Казахское общество, казахскую культуру. При переезде в Германию, ну как бы я туда поехала учиться изучать дизайн, и первоначально я думала, что я приеду обратно, буду работать здесь, в Казахстане. Но потом я поняла, что сейчас важно развиваться, развивать себя как художник, как нынешнее место расположения, проживание в Европе, оно дает мне больше возможностей передвигаться. Но я душою, как бы все мое творчество, оно посвящено нашей казахской культуре, нашему обществу. Может быть в будущем, я не знаю, но на данный момент я там, что там у меня есть семья, дети. Вся экспозиция, она как бы была задумана как линия горизонта, непрерывная линия, это как линия горизонта, степь бесконечная наша. Эта линия горизонта, она оборвана, и это отражает как раз таки раздробленность нашего общества в актуальной ситуации, происходящие конфликты, проблемы, натягивая, натянуты на подрамник, тоже отражает состояние напряженности. Это то, что дает, наоборот, да, дает надежду, дает, даже если, как бы, все кажется очень печально. Есть, конечно, хорошие стороны, позитивные, но если в общем смотреть, тяжело за что-то зацепиться. Да, темные оттенки, это черные, это вот как раз таки вот это соприкосновение со страхом. Это вот мое личное страхи, травмы и переживания, которые это фон, да, и концептуально это тоже вот фон, бэкграунд наш. И за счет этого оно приобретает другую форму, технически и с концептуальной стороны. Эта серия работ, она будет еще иметь свое продолжение. Я думаю, это вот как отражение всех событий, которые происходят в нашем обществе, оно будет идти. Продолжать работать. Я вижу, что войлок имеет очень большой потенциал, как я уже сказала, уже в другом измерении, видеть ее дальнейшее развитие. Поэтому очень много идей и проектов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!